Я могу верить. Знаете, как говорил Мюллер, верить никому нельзя, а мне можно. Данный автомобиль попал с проблематикой, что он не заводится, он внезапно заглох на трассе, его не смогли завести, соответственно, он приехал сюда на эвакуаторе. И вдобавок, при общении с владельцем автомобиля выяснилось еще второй факт, что она плохо заводилась на холодную. Для начала делаем входную диагностику, подключаем адаптер, диагностический разъем и, соответственно, производим выбор автомобиля. Автомобиль H1 2003 года с двигателем 2,5 дизель. ЦАИ-А. Производим считывание ходов неисправности, которые показывают нам разомкнутые цепи инжектора первого, второго, третьего и четвертого цилиндра, а также сопутствующие ошибки по контролю давления топливом. Соответственно, требуется проверка при проверке предохранитель, который отвечает за подачу напряжения на свече накаля, перегоревший. Соответственно, требуется замена предохранителя и проверка цепей, почему он перегорел. Вот. А по основной проблеме требуется работа дальнейшая, потому что ошибки обрыв всех четырех форсунок, как правило, так не бывает. Значит, соответственно, что-то вообще объединяющее их есть. При проверке текущих параметров, которые диагностируют блок управления, выявлено, что целевое давление достигается крайне медленно. Соответственно, сейчас для проверки исправности форсунок проведем тест обратки. Где-то специально зажимом. Так, и подсоединяем мерные колбы. Первая. Она и есть, да? Вот она, ваша проблема. Я как раз сказал, я знала, что это форсунка. Она не завозилась с пиром, вопрос. Она всегда завозилась. Так. Ну да, первая у вас совсем плохая. А есть, которая уже на подходе? Ну, мне надо вот так вот. Я же, видите, в крайне ограниченных. А может быть, что сейчас еще какая-то не странная? Или точно только первая? Ну, первая 100%, вы видите, да, нахреначала уже столько. Она должна за минуту не более 10 кубиков накачать. А у вас тут сколько она поработала? Две секунды буквально. Вероятность есть, потому что, вы смотрите, трубки тоже наполненность достаточно высокая. Это очень сильно льет. Я же говорю, а у вас целевое давление, то есть, грубо говоря, которое необходимо достигнуть для запуска, оно не достигается. Очень медленно там, почему спускача кое-как, кое-как. Вот, соответственно, потому что нас сбрасывают в обратную сторону. А мы предохранитель сможем поменять? У вас есть такой? Вам не надо менять просто предохранитель. Вам надо найти проблему. То есть, у вас, скорее всего, короткое замыкание где-то в свечах, надо будет менять свечку, а потом в ка-ду. Я сейчас поменяю, сейчас следующий будет ровно так же. Он просто так. Вы представляете, там ловик стоит у вас. Почему просто так ловик перегорел? Значит, есть какая-то проблема. Так вот, вначале ее найти надо. Сейчас сделаем замер по свечам. Я вам скажу. Первая свеча. Конченная. У вас есть короткое замыкание. Это проблема, почему она у вас до этого плохо заводилась на холодную, потому что свечи на калинии были исключены из работы. Но это как бы следующий шаг, да? То есть, нам надо сейчас основной шаг решить, почему она не заводится, переставится. А это уже потом, следующим шагом, сопутствующую историю будем лечить ваше. Внутреннее состояние шагты до и после посмотрим. После демонтажа форсунки в обязательном порядке требуется замена уплотнительной медной шайбы и фрезеровка колодца для форсунки, для того, чтобы место прилегания форсунки было герметичным. Для этого используется специальный инструмент фреза, который по диаметру соответствует диаметру форсунки, ну и, соответственно, который позволяет выровнять посадочное место. Делаем это в несколько заходов, очищая, каждый раз очищая форсунку от налипшей грязи и слой металла, который там достаётся. Ну а теперь производим установку форсунки. Я вам верю. Знаете, как говорил Мюллер, верить никому нельзя, а мне можно. Переходим к контрольному запуску, проверке параметров. Так, сейчас мы перезагрузимся здесь немножко. Вуаля, машина запущена. Соответственно, цель достигнута. Из текущих ошибок мы имеем второстепенные вещи, которые будут выданы рекомендации для дальнейшего устранения владельца автомобиля. А на этом спасибо всем за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова